Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. 73 года свободы. Сегодня Анапа отмечает очередную годовщину со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Альтернативное изучение истории. В гимназии «Аврора» прошел патриотический урок, на котором педагогами были сами ученики. Не сбавляя темпа, по поручению администрации «Ремстрой» продолжает благоустраивать курорт и наводить на улицах порядок. 73 года назад советские войска освободили Анапу от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в этот значимый для всех анапчан день в городе и сельских округах прошли торжественные мероприятия. Их центром стал сквер воинской славы. Глава города заявил, что патриотизм сегодня является национальной идеей, которая помогает созидать. Он призвал молодежь помнить имена героев и посещать места, где они совершили свои подвиги. Бессмертный полк снова в строю. Анапчане пришли отдать дань уважения освободителям. Среди них были жители разных городов и республик СССР. Сурен Аракелян из Армении, когда закончились гранаты, бросился на амбразуру Дзота. Дмитрий Калинин из-под Нижнего Новгорода возглавил небольшой десант разведчиков. Это был отвлекающий удар, и бойцы об этом знали. Не так давно поисковики восстановили историю подвига летчика Николая Лебедева. Во время боев за Анапский район он направил подбитую машину на эшелоны с топливом и боеприпасами. Благодаря поисковой работе, конечно, ширится Бессмертный полк. Он растет и шагает по всей России. Мне хотелось бы, чтобы мы были достойны славы нашего старшего поколения, благодаря которому мы сегодня живем, любим и можем строить нашу жизнь. Враг пришел в Анапу в сентябре 1942 года. За это время в городе и окрестностях сформировалось партизанское движение. В его рядах сражалась Катя Соловьянова. Расплата пришла через 13 месяцев. Иван Ищенко воевал на штурмовиках, предвестниках большого наступления. В день, когда в город вошли советские войска, уже работал по целям в районе Керченского пролива. Глава города Сергей Сергеев отметил, что на ежегодные торжества приходят все больше и больше молодых анамчан. Он призвал их помнить историю подвигов освободителей, а также посещать места воинской славы. По его мнению, сегодня день освобождения становится важной вехой в истории жизни города-курорта и объединяющей датой. Патриотизм сегодня – это действительно национальная идея. Мы сегодня живем мирно. Выборы в прошедшее воскресенье депутатов Государственную Думу Федерального Собрания показали нашу сплоченность. Я хочу всех, пользуясь случаем, поблагодарить за то, что Анапа показала себя самой положительной стороны. И я уверен, что и сегодняшнее мероприятие даст толчок к развитию нашего любимого города. К мемориалу возложили гирлянду славы, винки памяти от губернатора, депутатов законодательного собрания, главы и городского совета, а также от различных ведомств. Очередной этап пройден, а начало новой истории было положено тогда, в 1943 году. Город был разрушен практически до основания, но менее чем через два года первые здравницы курорта приняли фронтовиков. Торжественные мероприятия прошли и в других памятных местах города-курорта. У мемориала три свечи в третьем укрорайоне вспоминали новчан, которые погибли в военных конфликтах. Митинг организовали при участии органов территориального общественного самоуправления. В нем приняли участие ветераны горячих точек. Они почтили память тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны, а также обратились к школьникам. Если бы наши деды проиграли бы, наверное, на этой земле не было бы нас с вами, всех. И мы, молодое поколение, действительно давали бы клятву, чтобы защищать наши рубежи. И я думаю, что вы, молодое поколение, смените нас уже скоро. И я думаю, что вы будете так же, как и мы, достойно нести свой долг перед Родиной, перед своими детьми, отцами и дедами. 73-ю годовщину со дня освобождения Анапы патриотическими акциями отметили многие учреждения образования и культуры. В гимназии «Аврора» состоялся необычный урок, на котором сами ученики для своих сверстников провели виртуальную экскурсию по памятным историческим местам города. Во славу России, потомству в пример. Необычный патриотический урок для воспитанников гимназии «Аврора» провела учитель кубановедения Лариса Юракова. Ну, цикл мероприятий, он никогда не заканчивается, потому что каждый год мы празднуем очередную годовщину. Ценность несомненная, поскольку ребята готовились, они прочитали литературу, они работали с источниками. Я думаю, что интерес они вызывают несомненный, работа будет продолжена. Сегодня в роли экскурсоводов по памятным местам Анапы выступили сами гимназисты. Начиная от военных фактов периода русско-турецкой войны и заканчивая событиями локальных конфликтов современности, ребята рассказали своим сверстникам о каждом памятнике, мемориале и улице города, чьи названия носят имена героев. Нам рабочие стали высечены в сердце победы, но остался жизнь в памяти благодарных потоков. Для гимназистов, которые посетили этот урок мужества, многие факты стали известны впервые. Например, что в годы оккупации на территории Анапы действовала подпольная группа «Рассвет». Это были радиолюбители-школьники. Они принимали радиосводки с фронта, распечатывали и передавали партизанам и местным жителям. Победу ковали все – и мужчины, и женщины, и дети. Безусловно, это интересно, потому что это очень важно для этого поколения, которые не знают о войне, но мы обязаны знать о ней, потому что если мы не будем помнить, то мы просто не выживем, можно так сказать. На этом военно-патриотическая работа в гимназии «Аврора» не завершается. Как рассказала директор учебного заведения Ирина Хабарова, для ребят подготовлен целый цикл мероприятий. Дети посещают сегодня сквер боевой славы «Вечный огонь», посещают сегодня митинг традиционно. Обязательно участвуют в конкурсах, которые отражают именно направленность геройко-патриотическую. Старшая школа сегодня у нас также принимает участие в митингах. И круглый стол проводится в конце рабочего дня по геройко-патриотической работе сегодняшней. Участие в городских мероприятиях – это только часть патриотической работы. В планах администрации гимназии – организация отдельных экскурсий к местам воинской славы Анапы и Новороссийска. И к другим новостям. Предприятие «Ремстрой» продолжает благоустраивать город. По поручению главы Анапы, который он дал во время последнего объезда, начались работы сразу в нескольких точках. Сегодня готовится площадка под укладку плитки у городской больницы. Съезда убрали киоск и приподняли канализационные колодцы. Помимо этого, здесь теперь появятся пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Не менее масштабные изменения ждут аллею в районе пересечения улиц Тургенева и Таманская. Старую плитку демонтируют. Ей на смену положат порядка 250 квадратных метров новой цветной. Заменят и бордюры – около 200 штук. Причем одновременно с монтажом рабочие сделают дренаж. Старую ограду, внешний вид которой не выдерживал никакой критики, уже срезали. Вместо нее здесь появится живая изгородь и стуи. Анапские здравницы представили курорт на 22-й международной туристской выставке «Отдых Лейжи-2016», которая открылась сегодня в Москве. Это ведущее отраслевое мероприятие осенне-зимнего сезона. Эффективная бизнес-площадка для укрепления партнерских связей и стратегического развития новых турпродуктов. Анапу на выставке представляют санатории «Дилуч», «Малая бухта», «Русь», «Рябинушка», «Пансионат Урал», группа компаний «Золотой пляж» и санаторно-курортное объединение «Здравницы курорта Анапа». Во Всероссийском детском центре «Смена» прошли командные соревнования по баскетболу, которые являются дополнительным видом программы президентских состязаний. Мальчишки и девчонки соревновались раздельно, по четыре человека в команде. Участники соревнований из поселка Кудьма Нижегородской области поделились впечатлениями об игре. Мы играли с городом, ребята были больше нас, мы боялись. Не то, что боялись, был какой-то такой страх небольшой. Но оказалось, что мы сильнее, мы собрались и победили, как дружная команда. «Счет был 5-1 в нашу пользу. Мы забили пять голов. Соперники еле забили один гол. Мы тоже были впечатления, мнения, что мы проиграли. Была тяжелая борьба, а так мы забили пять голов». А вот участникам из города Липецк не удалось удалить соперников. Но, как известно, в спорте главное не сдаваться. «Игра была напряженная, но мы оказались слабее. Ну, это была очень интересная игра, было очень интересно наблюдать за ней. Все было со стороны. Ну, была сложная игра. Жалко, что проиграли, конечно. Ну, проиграли из-за того, что у нас была в некоторых моментах неслаженная игра. Ну, и противники иногда падали. И сами ошибаются». Не меньше самих спортсменов за них болеют тренеры, которые постоянно находятся на площадке, дают советы и поддерживают трудную минуту. Соревнования по баскетболу продлятся до 20 сентября. «Шока у нас никакого, я думаю, ни у кого нету». «Одну веселье, но весело было». «Противники очень сильно фалили. Очень сильно». «Мы выиграли со счетом 6-1. Молодцы». «Играть было легко». «Изборск чемпион!» На Черноморском побережье сохраняется угроза ливневых дождей. Местами даже с градом и шквалистым ветром до 25-30 метров в секунду. Есть вероятность формирования смерчей. МЧС просит всех соблюдать правила личной безопасности и своевременно сообщать о чрезвычайных ситуациях. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. А с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Рассoашка. Рассăбamentos. Рассăбilyn. Рассoάendas